Мы с вами поговорим о Камчатке, о рыбалке на Камчатке. Дело в том, что члены нашей съёмочной группы только что вернулись оттуда. Но прежде чем приступить к волнующему процессу рыбной ловли, ловить сегодня мы будем нерку, есть такая рыба там, давайте познакомимся с удивительной и неповторимой природой Камчатки. Веряю вас, есть на что посмотреть. На Камчатку мы мечтали попасть давно, но конкретную дату выезда всё никак не могли определить. Решилось всё как неожиданно. В пятницу решили лететь, в понедельник сели в самолёт и через 10 часов, пролетев над всей Россией, приземлились в славном городе Петропавловске-Камчатском. Из-за смены часовых поясов сутки съёжились до каких-нибудь 10 часов, а ночь длилась всего полтора часа. Не самолёт, а прямо машина времени какая-то. Камчатка удивительно красивое место, запоминающееся своей неброской, первобытной красотой, чистотой рек и озёр и поразительной прозрачностью воздуха. Из-за последнего обстоятельства бывает довольно трудно на глаз определять расстояние. Кажется, что вон до той сопки рукой подать, видно всё в мельчайших подробностях, а спросишь местных жителей и с удивлением узнаёшь, что до этого рукой подать километров 15, а то и 20. Западные любители природы давно оценили прелести местных ландшафтов. И в последнее время сюда постоянно прибывают группы туристов, охотников и рыболовов со всего света. Нашим экспедиционерам довелось пообщаться и с американцами, и с австрийцами, и с немцами. Удивительно чистые местные реки. Увидев у одного из наших рыболов флягу с водой, по московской привычке прихваченную на рыбалку, местный егерь был несказанно поражён, узнав, что это питьевая вода. Сами местные жители совершенно без опаски пьют воду прямо из реки. Попробовали так делки мы, и оказалось, что вкуснее воды не бывает. После Камчатки всем членам нашей съёмочной группы пришлось довольно долго опять привыкать к московской водопроводной воде. И вообще по возвращению домой оказалось, что вся съёмочная группа заболела. Только название этой болезни не подобрать. Все экспедиционеры, как один, теперь больны Камчаткой. И уже заразили многих сотрудников нашей программы. Будущее, конечно, покажет, но похоже, что единственное лекарство, облегчающее протекание заболевания, новая поездка в этот удивительный край. Конечно, природа Камчатки уникальна, неповторима. Но главным богатством этого региона являются люди дружелюбные и готовые помочь. А без этого качества была бы невозможна съёмка и этой передачи, и многих других. И мы бы не смогли познакомить вас, уважаемые зрители, с уникальными местообитаниями рыб, с которыми собираемся вас знакомить. Без помощи Камчаталов это было бы просто невозможно. Действительно, без помощи Камчаталов нашей съёмочной группе пришлось бы туго. Заросли травы в водоёмах практически нет. Только в тихих местах камни на дне реки покрывает тина, несколько похожая на привычную жителям средней полосы водоросль, нитчатку. Но сходство это чисто внешнее. Здешняя тина жёсткая, как клубок проволоки, и это понятно. Мягкую нежную нитчатку просто сорвало бы с камней бурным потоком. Нет водорослей, нет и укрытия для мельчайших организмов, являющихся кормом для мальков любых рыб. Ила на дне практически нет. Река несётся по каменистому ложе, то есть ни мотыль, ни трубочник не водится. Единственное живое существо, которое удалось визуально обнаружить нашим экспедиционерам, это рачок-бокоплав. Но он довольно ловко прячется под камнями, и лёгкой добычей его никак не назовёшь. Поэтому оседлая рыба здесь большими стаями не держится. Трудно прокормиться, и для хищника хорошо заметное скопление рыбы – настоящий подарок. Поэтому даже мальки-мякижи и гольца стоят поодиночке в маленьких затяжках за камнями, выбирая в проносящемся мимо стремительном потоке воды малейшие съедобные частицы. Но камчатские реки миллионы лет служат местом нереста различных лососей. Для успешного развития икры и выклёвывания мальков лососим необходима очень чистая и холодная, насыщенная кислородом вода, что как раз и можно найти в местных реках. Видов проходных лососей на Камчатке довольно много. Но природа так мудро устроена, что все они нерестятся в разное время. Наша экспедиция прибыла на Камчатку в тот момент, когда уже практически закончился нерест нерки, и только-только начался ход кижуча. Местный ихтеолог показал нам заповедные уголки, где нерестится нерка. Пригодных для этого дела мест в реке не так уж и много. Лосось привередлив, и, как правило, нерестилища расположены на широких мелководных участках рек, там, где дно выстлано чистой некрупной галькой. Совсем рядом с ихтеологической станцией расположены два нерестилища. Сначала мы осторожно подкрадывались к ним, но затем выяснилось, что все наши игры у индейцев ни к чему. Занятую продолжением рода рыбу не способны испугать даже появление медведей, которые весьма охотно рыбачат, а по интенсивности процесс, можно сказать, пасутся на нерестилищах. А рыба в тех реках в Камчатской земле морская, породую особая. Идет той рыбы по тем рекам гораздо много. И назад-то рыба в море не возвращается, а помирает в тех реках и заводе. Владимир Атласов, первооткрыватель Камчатки. Уважаемые зрители, в адрес нашей передачи поступает масса писем от вас. И мы вам очень признательны за то внимание, которое вы нам уделяете. Конечно же, на все эти письма мы вам ответить не сможем, к сожалению, потому что их достаточно много. Но самое интересное, не будут обойдены нашим вниманием. Вот, скажем, в адрес нашей передачи поступило письмо от Артема Федорова из Башкортостана. Дальше, к сожалению, неразборчиво. Видимо, Артем Федоров человек еще достаточно юный. Привожу это письмо. Здравствуйте, меня зовут Артем, мне 13 лет. Я каждый четверг смотрю вашу передачу. Она мне очень нравится. Мы каждый год сплавляемся по реке Белой. Там такие самы, что любая снасть не выдерживает. Когда мы пришли из похода, я посмотрел передачу и увидел, как ваша экспедиция ловила самов. Я хотел бы, чтобы вы прислали рочное спиннинговое удилище, которое выдержало сама около 40 килограммов. Катушку, мультипликатор, леску и набор крючков. Заранее спасибо. Пока. Дорогой Артем, к сожалению, мы не располагаем такой возможностью высылать спиннинговую катушку и снасти. Но большое тебе спасибо за внимание к нам. Мы постараемся тебе чем-то помочь, хотя бы советом. Но, к сожалению, сегодня мы не будем ловить сама. Мы, как известно, ловим нерку. Эта рыба, конечно же, хорошо известна камчедалам, но жителям средней полосы и других регионов России она известна, наверное, недостаточно. Давайте поговорим об этой рыбе чуть более подробно. Семейство лососёвых объединяет настоящих и тихоокеанских лососей, гольцов, несколько родов сигов, а также тайменей и ленков. Раньше к лососёвым относили и их близких родственников, хариусов. Но теперь эти очень своеобразные рыбы выделены в отдельное семейство. Нерка принадлежит к роду тихоокеанских лососей, которые обитают в водах Тихого океана и реках и озёрах Азии и Северной Америки, по тихоокеанским побережьям этих континентов. В отличие от тихоокеанских, ареал рода настоящих лососей приурочен к атлантическим бассейнам Европы и Северной Америки. От других тихоокеанских лососей нерку отличают более многочисленные густые жаберные тычинки. Дело в том, что в отличие от других лососей нерка по преимуществу планктона факт и густые жаберные тычинки нужны для отцеживания мелких планктонных рачков. Нерка проходная рыба. Появившись на свет зимой в верховьях рек, молот нерки проводит в пресной воде от года до трёх и затем скатывается в море. Морской период жизни длится у неё от двух до четырёх лет и заканчивается нерестовой миграцией в родную реку. На Камчатке подход нерки начинается в начале лета. Раньше всего, в начале середины июня нерка появляется у восточного побережья, а через месяц начинается ход и в реке Охотского моря. Двигаясь вверх по реке, нерка постепенно приобретает так называемый брачный наряд, особенно яркий у самцов. Тело рыбы уплощается и окрашивается в красный цвет. Голова становится тёмно-зелёной, на спине появляется горб. Челюсти искривляются и на них вырастают крупные крючковатые зубы. Зубы появляются и на нёбе, и языке. В чём смысл появления брачного наряда у лососей, не вполне ясно. Особенно удивительным выглядит развитие зубов, поскольку в реке лососи перестают питаться и у них даже атрофируется кишечник. Сейчас, уважаемые зрители, наступил тот самый момент, когда нам не обойтись без помощи нашего научного консультанта, их теолога Алексея Цесарского. Ему слово. Наверное, самое поразительное в жизни нерки и других дальневосточных лососей, это их способность находить правильный курс и находить свою родную реку, совершая иногда очень длительные миграции в море. Рыба воспринимает тончайший букет запахов, который выходит именно из её родной реки. Запоминание или, как говорят учёные, запечатление вот этого запаха родной реки происходит в начальный период жизни рыбы, когда она в состоянии малька ещё находится недалеко от нерестили, где она появилась на свет. Интересно, что в этот период можно вызвать запоминание какого-то совершенно противоестественного, чуждого природе запаха, например, использовалось вещество морфалин, которое в природе не встречается. И молот-нерки, обработанные в начальный период своей жизни вот этим морфалином, возвращаясь уже, будучи взрослой рыбой после миграции из моря в реки, курс её миграции можно было изменить, поместив на её пути источник этого морфалина. То есть вот эта память о запахе, который она восприняла в начальный период жизни, сохраняется на протяжении всей жизни рыбы. Спасибо нашему консультанту за исчерпывающую информацию, но вернёмся к рыбалке на Камчатке. Должен заметить, что в это время года, когда там были наши рыболовы, нерка не рестилась, и естественно в это время её ловить нельзя категорически. И члены нашей съёмочной группы, естественно, этот запрет не нарушали никаким образом. Так же, как и люди, которые нас туда привезли. Но если нерка и попадалась к нам в лов, то только случайно. Честно говоря, дошедшего до нерестилища лосося ловить уже незачем. После попадания в пресную воду он перестаёт питаться и живёт только за счёт подкожных запасов, накопленных ещё в море. Путь до нерестилища долг и труден. К моменту подхода к заветной цели, расположенной за две с лишним сотни километров от берега, мясо пойманного лосося теряет тот нежный вкус, которым оно отличалось, при входе в реку из моря. Икра также становится совсем другой. Оболочка икринки делается более жёсткой, чтобы, оказавшись вне тела самки, успешно противостоять всяким напастям и невзгодам окружающей среды. На такую икру могут польститься раз что браконьеры. От нерестившейся нерка, скатившаяся с нерестилища, уже ни на что не реагирует ни на блесну, ни на проходящего рядом в воде человека. Зацепляется она на крючок только случайно, подбагривается. После нереста сил у рыбы совсем не остаётся, и она уже не уворачивается от щекочащей тела лески, и крючок блесны запросто протыкает дряблую кожу. Но, несмотря на это, побороться с такой рыбой, но раз приходится изрядно. Можно себе представить, насколько упорно сопротивляется только что вошедшая в реку нерка. Иногда, правда, случаются и казусы. Так, попавшаяся Борису Кузнецову на крючок, уже совсем выбившаяся из сил от нерестившейся самка, почему-то взяла блесну, как положено, в рот. Клюнуть-то она клюнула, а вот сил на сопротивление уже совсем не осталось. Так что и вытаскивать её было неинтересно. А вот Алексею Гусеву попался на крючок только ещё поднимавшийся к нерестилищу некрупный самец нерки, полной силы энергии. Видимо, из опоздавших пришлось изрядно помучиться, аккуратно извлекая крючок из пасти рыбы и отливая её водой, чтобы не повредить здоровью. Быстрый, как молния, рывок, уходящий из рук Алексея Рыбы, рассеял наши опасения за её здоровье. А вот попавшаяся Борису самка долго уже не проживёт. Но так уж предназначена ей природой, жестоко, но мудро поступающей с Тихоокеанским лососем. Родительская помощь молодым с завершением нереста оказывается весьма оригинальным и поражающим своей жертвенностью способом. Тела погибших родителей разлагаются в воде. На гниющем мясе размножаются бактерии, а на бактериях инфузории и более крупные существа, вроде дафней и циклопов. Последними питаются вылупившиеся из икры мальки, прежде чем пуститься в долгий и опасный путь к морю. Если бы родители после своей смерти не питали бы мальков своей плотью, то в чистой холодной воде горных рек шансов прокормиться у новорожденных было бы не очень-то и много. Слово непосредственному участнику событий, известному московскому рыболову Алексею Гусеву. Преодолев 9 тысяч километров, мы, конечно, ожидали многого от Камчатки, но то, что произошло на самом деле, самые смелые наши ожидания превзошло во много раз. Во-первых, уникальная природа. Во-вторых, то, что не запланировано было. Это потрясающие люди. Я пользуясь случаем хочу передать слова огромной благодарности всем тем, кто помог сделать нашу экспедицию столь успешной. И в-третьих, конечно, фантастическая рыба. Никогда в жизни я не видел рыбы такой красоты. И могу сказать, что впервые у меня, как у рыболова, было желание не вынимать рыбу из воды. Хотелось оставить ее там и немедленно отпустить. Не хотелось ни фотографироваться с ней, ни взвесить ее. Потому что то, что там увидели мы, это настолько органичное соединение красоты природы и красоты рыбы, которая внутри этой природы, что я думаю, что даже никакая фотография не передаст. И слов человеческих не хватает для того, чтобы полностью выразить весь тот восторг, который мы испытали. На чем мне хотелось бы остановиться особо, так это на блеснах, которыми мы пользовались при ловле лососевых рыб. Может быть, это не относится в полной мере к нерке, потому что у нее был нерестовый период, что-то на блесну она не брала. Но все остальные лососевые с успехом насаживались на блесна, которые называются Blue Fox Super Vibrox. Вообще, это моя любимая блесна, и я считаю, что она универсальная. Бывают они разных номеров. В основном мы пользовались номерами пятый, четвертый, третий. Можно было использовать и шестой номер, но сильное течение не давало возможности проводить эту блесну таким образом, чтобы эта проводка была успешной. Просто течение очень сильное, блесну сносило, и спиннинг чрезвычайно напрягался. Но что касается пятого, и особенно четвертого номера, то эти блесны работают практически на любом течении и оказываются очень уловистыми. Видимо, секрет успеха этих блесен заключается в том, что в их конструкции применён так называемый эффект колокольчика. И помимо того, что эта блесна имитирует поведение рыбки, она издаёт ещё и определённые звуки. Видимо, эти звуки в достаточной степени приманивают рыбу и оказывают дополнительное воздействие на неё, с тем, чтобы возбудить её аппетит. Наиболее универсальными являются блесны с белыми и жёлтыми лепестками, с чёрной точкой в центре, называемой глазом. Как утверждают некоторые рыболовы, эта точка является как бы мишенью для хищника перед броском. Одно можно утверждать наверняка, что эффект вращающейся блесны, и в частности, супервиброкс, основан на хорошо спланированном чувствительном корпусе, в который встроен вращающийся в обратном направлении ротор. Он посылает привлекающие рыбу звуки низкой частоты и препятствует закручиванию лески. И особо хочу отметить цвета, применяемых в блёсен. На самом деле, лучше всего работали обычные белые блесны, хотя расцветок у супервиброкс достаточно большое количество. Неплохо зарекомендовали себе блесна жёлтого цвета и даже с нанесённым некоторым рисунком красные и чёрные точечки. Ну и вот такая блёсенка, которая называется радужная форель, оказалась тоже достаточно уловистой. Итак, только что с нами делился опытом самый скромный московский рыболов Алексей Гусев. А теперь давайте посмотрим, каков он в деле. Вокруг нерестилищ нерки крутится много нахлебников. Все не прочь полакомиться вкуснейшей икрой. Как уже говорил свыше, концентрация постоянно проживающей в реке рыбы не так уж и высока, поскольку мало корма. Но на нерестилище всегда можно поживиться икрой. Поэтому голец и мяки же естественным образом концентрируются на прилегающих к нерестовым зонам участках. Наши рыболовы ловили рядом с нерестилищами именно этих соседей нерки. Фтиолог сказал, что нерки от этого будет только лучше. Меньше будет нахлебников на нересте, да и вообще вылов гольца и мяки же, в отличие от более ценной рыбы, здесь не лимитирован. Но как ни старались наши рыболовы ловить только сорную по местным понятиям рыбу, досадных инцидентов со случайным подбагриванием нерки избежать не удалось. Вот и на этот раз Алексею пришлось поневоле схватиться с полным силой энергии самцом нерки, еще только поднимающимся на нере. Положение осложнилось тем, что рыба зацепилась не за пасть, а явно за бок. После входа в реку лосось, как здесь говорят, лошает. Тело рыбы становится плоским и высоким, челюсти искривляются и превращаются в своеобразные крюки. А теперь представьте себе, что вы зацепили поперек тела леща на течении. Сопротивление при вываживании резко возрастает. Но нерка не лещ, она и так отличается от другой рыбы тем, что мощно сопротивляется на крючке. Недаром за лососем прочно укрепилась слава самой спортивной рыбы. Поэтому, когда добыча уже выведена и устала лежит на боку около берега, остается только полюбоваться ее красотой, мысленно поблагодарить ее за пережитые мгновения борьбы и затем аккуратно отпустить назад в родную стихию. Судя по тому, как немного отдохнувшая рыба рванула от берега, сил у нее после борьбы с Алексеем осталось предостаточно, что подтвердило правоту их теолога, заверявшего нас, что особого вреда пришедшей на нерест рыбе своими блеснами мы не нанесем. Это ведь не браконьерские самоловные крючи, которые безжалостно раздирают тело рыбы, оставляя на боках и животе огромные зияющие раны. Ну, в школе, уважаемые зрители, мы с вами говорим о лососевых рыбах. Невозможно не вспомнить о таком ценном продукте, который добывается из этих рыб, а именно об их икре. Икра готовится многими способами, и один из них мы сейчас вам покажем. Одним из плановых визитов нашей съемочной группы была поездка к рыбакам-промысловикам, занимавшихся выловом лосося в устье реки Большая на западном побережье Камчатки. Именно у них мы поинтересовались, как готовится знаменитая красная икра не на продажу, а, так сказать, для души. Продающаяся в магазинах, упакованная в консервные банки, икра, конечно, деликатес, особенно если судить по цене, но настоящий деликатес, как известно, готовится только из свежайших продуктов. В этом занятии нам согласился помочь бригадир местных промысловиков. Извлеченные из рыбы икорные мешки, ястыки промывают в холодном тузлуке, довольно крепком соляном растворе. Дальше наступает стадия так называемого грохотания, отделения икринок от пленки истычных мешков. Согласитесь, гораздо приятнее есть зернистую икру, в которой, как говорится, икринка к икринке, нежели перемешанную с малоаппетитными на вид пленками. Кстати, инспектора рыбоохраны предупредили нас, что если мы увидим в продаже где-нибудь на рынке загрязненную истычными пленками икру, то можно со стопроцентной уверенностью сказать, что этот продукт – результат деятельности так называемых диких браконьеров. Они готовят икру прямо на берегу в полевых условиях и без соблюдения элементарной гигиены. Их продукция зачастую пахнет кровью, так как не подвергается тщательной промывке и плохо сохраняется. После прохождения сита, грохота, икра внешне превращается в знакомый нам всем продукт. Теперь остаётся только правильно посолить её. Вот на этой стадии икра подвергается обратной обработке. Её надо сделать нежной. С этой целью соль разводят в них в холодной, а в горячей воде, причём чем дальше от устья реки поймана рыба, тем горячее берут воду. Основание для этого правила простое. По мере подъёма к нерестилищу меняется не только рыба, но и её икра. Икринки становятся жёстче, чтобы лучше противостоять всяким напастям. А деликатес по определению должен быть деликатесом, то есть вкусным и нежным пищевым продуктом. Так что если холодный тузлук делает икринки более жёсткими, то горячий, наоборот, размягчает. Время нахождения икры в сольном растворе тоже влияет на качество конечного продукта. Самая вкусная икра – пятиминутка, но она хранится недолго, в холодильнике не больше недели. Если мы хотим хранить икру дольше, время засола надо увеличить. Десять минут в тузлуке, и икра будет храниться уже почти месяц. Двадцать минут, и срок хранения доходит до трёх. Но чем дольше мы держим икру в тузлуке, тем менее вкусной она становится. При промышленной переработке в икру часто добавляют ещё и консервант. От этого вкус её отнюдь не улучшается. Так что можно себе представить, какой изысканный вкус был у приготовленной для нас свежайшей икры. Тем более, что готовил её мастер своего дела. Тут надо пару слов сказать об одном блюде, весьма популярном на Камчатке. Называется оно «Камчатский бутерброд». Готовится так. Отрезаем от батона белого хлеба кусок, но не так, как все привыкли, а поперёк, а вдоль. Получается длинный ломоть. Мякоть из него либо удаляем, либо приминаем. И наполняем полученные углубления красной икровью. Вот и вся премудрость. По утверждению местных охотников и рыболовов, один такой бутерброд с утра, и можно до обеда не думать о еде. Кстати, один из камчатских парадоксов. День на пятый пребывания на местной диете один из экспедиционеров робко поинтересовался у хозяев. Нельзя ли на завтрак получить что-нибудь, кроме красной икры и красной же рыбы в разных видах? Ответ был весьма примечательный.